Здравствуйте, меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Это я придумала окно из кухни в туалет. Это я открыла второй фронт, чтобы подло украсть русских победу. Это я, Марко Антилла, хоккеист сборной Финляндии. Ну что, познакомились? Якорь вам в глотку. Мне Альбатрос принес рейтинг самых пиратских стран мира. Третье место – Кот-дивуар. Второе место – Сомали. Что ж вы, ребята, сдаете позиции? И первое место – Нигерия. И сверх первое место. Угадайте. Ну, угадайте, кто ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Нет? Тогда видео-подсказка. Инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не попадает под юрисдикцию Трибунала ООН по морскому праву. Об этом сегодня заявили в российском МИДе, комментируя требования международной организации отпустить моряков, задержанных в ноябре прошлого года. Отказываясь выполнять решение морского трибунала ООН, Россия становится самым главным пиратом на планете Земля. Ну, хоть в чем-то вы сверхдержава. Снимаю свою треуголку. Вы же понимаете, что теперь любое ваше судно в любых водах ничем не защищено, кроме адмирала Кузнецова. Ну, то есть абсолютно ничем не защищено. Основа боевой устойчивости. Адмирал Кузнецов – корабль, на котором держится флот. Корабля такого класса нет даже у Соединенных Штатов. У вас теперь в центре Москвы огромная пиратская каравелла. Правда, у нее вместо якоря мавзолей, который до сих пор тянет вас на дно и не дает сдвинуться с места. Ваш летучий дзержинец – корабль-призрак пятой экономики в мире под управлением невменяемой сухопутной крысы несется в пучину международной изоляции. И команда этой посудины, я вам скажу, оставляет легкий бриз недоумения. Лавров. Он же морской конек, он же морская лошадка, он же морская грустная пони, он же рыба-дипломат. Самый страшный пират, но притворяется добрым. Понимает, что пиратство – это плохо, но как рыба-дипломат вынужден молчать и пускать пузыри. Шойгу, он же пикарда-корсар, выглядит грозно, но в любой момент может просрать. Характер стойкий, кожугетный. На плечах носит огромные морские звезды, которые купил в магазине сувениров в Анапе. Губка песков, квадратные усы, стер усы от пупок капитана, с тех пор вынужден носить деревянный протез усов. Характер скользкий, из-за чего не раз падал в гальюне. Крошка медведев, дрессированный небоевой дельфин, который на суше чахнет. Характер ни разу не показывал. Любимое лакомство – школьная пицца с димедролом. И капитан Плешивая Борода никогда не купается, потому что на окурке хорошо клюет скумбрия. Самый жадный пират променял карту мирового богатства на чебурек из Евпатории. Характер скверный, не женат. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся эти матросы. И вообще... Что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится! На этой команде уже негде черной метки ставить. Паруса санкций раздувают они, а цингои без испанских лимонов. Болейте вы. Но вам не обязательно идти на дно вместе с этими джентльменами удачи. Пока наши моряки у вас в заложниках, вы все в заложниках у этой морской капусты с золотыми часами. Не сомалисты и не користи, а я российский, но выбираю. И не бразильский, и не индийский, а я российский, но выбираю. Бутылка бурбона, 4 таблетки мелатонина, горсть ксанокса и пластинка Эмми Ван Харус. Только так я могла заснуть. Здесь нельзя курить? М? Здесь нельзя курить. Не будьте говнорями. Вы даже не представляете, с чем мне пришлось столкнуться. Мы назвали это дело падением Пампео. Ну вот одна только деталь, которая может многое объяснить про администрацию Трампа. Листок с рисунком госсекретаря Пампео. Оригинал. Это то, что нарисовал Пампео во время пресс-конференции с Лавровым. Вообще, это, конечно, полнейший провал протокольной службы, поскольку, ну, всегда, если высокопоставленный политик что-то рисует, помечает, подчеркивает, то после окончания мероприятия он уж точно должен унести это с собой. Что было на этом клочке бумаги? Почему Пампео его оставил? Какие секретные материалы попали к русским? Это и предстояло мне узнать. Как вы понимаете, на таком уровне случайностей не бывает. Просто так даже бобрихи не рожают. С самого начала стали происходить очень странные вещи. На часах санатория Руси можно было увидеть и Нью-Йоркское время тоже. Правда, высокопоставленных гостей США, судя по фотографиям на входе, здесь никогда не было. Пампео первый. И так как санаторий продолжал работать в обычном режиме, то за несколько минут до приезда американского госсекретаря здесь были возможны и такие сцены тоже. Что здесь будет? Да вот ты когда вынести вот эту штуку? Аксюр. Нью-Йоркское время. Фотография турецкого султана. Человек со шлангом. И зачем эта штука Аксенову? И кто такой Аксенов? У нас было две версии. Что Аксенов это сверхсекретное прослушивающее устройство русских. Работающее от удлинителя. Либо Аксенов это знаменитый канатоходец пропавший без вести в московском цирке во время бунта медведей в сарафанах. Истина была где-то рядом. Лавров и Помпео на переговоры решают отправиться в лифте и на несколько секунд оказываются лишь самыми близкими помощниками рядом. Вот тут мне стало по-настоящему ссыкотно. Я впервые столкнулась со сверхъестественным. Действительно. Если лифт ехал несколько секунд, то как Павел успел его проводить и встретить? Либо Павел нырнул в кротовую нору, который проложил себе путь к должности личного журналиста Путина. Либо Павел никуда не бегал. А лифт никуда не ехал. Лавров и Помпео сошли туда поссать, пожечь кнопки и взять флайеры на пластиковые окна. А еще одна тайна. Но меня интересовала только записка. Американский госсекретарь во время тех слов Лаврова, с которыми был не согласен, демонстративно улыбался, но свое сильное волнение выдал неожиданно сам для себя. То и дело рисовал в блокноте что-то странное. Я чувствовала себя как первый человек, который вот-вот покорит Эверест. Как первый человек в космосе. Как первый человек, который попробовал ЛСД. Передо мной должна была открыться тайна, если не тысячелетие, то века. Что же в этой чертовой записке? Листок с рисунком госсекретаря Помпео. Оригинал. Это то, что нарисовал Помпео во время пресс-конференции с Лавровым. И вот тут я охренела. Что, блядь, это та самая записка, которую русским удалось перехватить? Что же тут засекречено, а? Правила бейсбола? Рецепт Гугла или сценарий Майдана на Болотной? Уровень IQ Пашки Зарубина римскими? Я вижу в этом конструкцию и есть надежда, что это конструктивно. Это может значить только одно, что эти переговоры были настолько бесполезны и бессмысленны, что продлись они еще на час больше. Госсекретарь США нарисовал бы еще машинку, свастику, звезду, член и логотип Продиджи. Единственная тайна, которую не могу разгадать, как люди в России каждый день смотрят вот это. Снято на их собственные деньги и не сходят с ума. Мистика. Все мы, все наше общество делим на всех одну иллюзию. После 14 часов разглядывания трупов вот к чему ты приходишь. Смирение. Как вы думаете, какая самая сложная профессия? Шахтер? Полярник? Продавец георгиевских ленточек в Тернополе? Нет. Самая сложная профессия журналист в России. Ведь если ты задаешь неудобные вопросы власти, то можешь получить пизды. Нападение на съемочную группу программы Вести дежурную часть. Вот как это было. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы что делаете? Что вы сказали? И получаешь ее. Но зато если ты правильно освещаешь аннексию территорий соседних стран с отвращением, но по зову долго живешь на загнивающем западе, транслируя его разложение, снимаешь мелодраму про мост, то то за отличную работу ты получаешь награды, должности и личную плотину где-то там в Италии. Служу России. А если вы украинский журналист на российском телевидении, то вас обязательно пошлет в жопу воспитанный российский журналист. Иди, где-нибудь в сортире, расскажи кого-нибудь, в унитаз покричи. И аплодисменты, а потом фанфары и медаль. А пулицера своего себе в жопу засунь. Служу России. А теперь по многочисленным просьбам я снова отвечаю на ваши идиотские вопросы. Извините. Интагар, сварок, енина, а фишки типа пушка озалупливания. Ты сама придумываешь? Ну, конечно, да. Каждое утро просыпаюсь, включаю сразу русские новости на всех устройствах. Раздеваюсь догола, беру огромное гусиное перо, сажусь и думаю, Как же эту херобору все назвать? Полиста-вафлиста, снайперская дубоебка, коломет системы Кургиняна? А, точно. И побежала в союз писателей регистрировать. Петро Казмирчук. Вопрос. Янине. Как вы собираетесь назвать свою будущую секту? Ну как? Секта адвентистов пятого канала. У нас там все то же самое, ждем второго пришествия. Следующий наш комментатор. Панайота. У Путина в хоккее шлем белый, у всей остальной его... У Путина в хоккее шлем белый, у всей остальной его команды красные. С чего бы и с большой буквы это и три восклицательных знака. Но на самом деле это не шлем. Просто Владимир Владимирович на днях стал лицом рекламной кампании «Мелка от тараканов». Вот оно, настоящее стратегическое партнерство между Россией и Китаем. Пытанечко провокативное хайпо-хайптю зарады. Якщо тоби доверяют провосты один выпуск «Москва-Кремль-Путин», то що в нему буде? Даже не знаю. Я бы, наверное, пригласила в гости Андрея Макаревича. И мы бы приготовили такой огромный 100-килограммовый беляш в форме Соловьева. Он еще потом по инерции будет полгода вести воскресный вечер. А настоящим Соловьевым отправиться на Казанском вокзале. Артем Бибик. Красивая фамилия. Янина, ты бы переспала с Киселевым? Или лучше с Соловьевым? Если да, то взяла бы с собой Скобееву. Артем Бибик. Ну а ты бы засунул свой Бибик в улик? И взял бы с собой гитару? Ну, если нет, то самое время записаться на Сольфеджио. Анна Шел. Янина, как вы относитесь... Кстати, правильно не относитесь, а ставитесь. Янина, как вы относитесь до того, что евреи захопили владу в Украине и все брешут и крадут, а по-кінцевому украинцы плохие? Ань, смотри, от таких мыслей могут под носом вырасти усики. А для женщины это беда, похуже сионистского заговора. Вова Рибак. Змеюка опять во всей красе. Як тебе чоловик терпить? Не, ну а шо он у меня терпило, чтоб терпеть меня? Он меня мышами кормит и в банке держит. Он банкир. Граф Дуку. Яна, ебаный в рот, бля. Еб ты, сука, бля, нахуй пиздец, ебать, копать, нахуй пиздец. Что нужно написать охуенного, чтобы ты смешно ответила? 36 тысяч хумористических загадок про метро Кловская. Гал Евгений. Петро, вы же проиграли. Не надоела дурная пропаганда? Думай! Ой, опять миллионов в карман капнула. Жаль только, что в вафлях. И напоследок дискуссионный вопрос. Что вытворяет патриарх Кирилл, что ему приходится каждый день строить три новых храма? Ответы пишите в комментариях. И если вы хотите, чтобы в знаменитых российских матрешках с вождями добавилась новая куколка, подписывайтесь на мой канал. Вот сейчас посмотрите мне в глаза, достаньте карточку и помогите нам донейтами. Благодаря вам мы существуем. Обещайте распространить наши линки на ваших ресурсах. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво. И до встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!